Указать это в конце, это неправильно. По методике ты должен был в самом начале воздать хвалу Рамзану Кадырову, его отцу, его матери, всему семейству. Ты должен был сделать это в самом начале. Ты должен был упомянуть, что ты приехал в эту колонию и проверил этот вопрос только лишь благодаря величайшему главе республики, его грамотной работе. Добро пожаловать, дорогие друзья. Но так как у нас времени мало, давайте сразу начнем с обсуждения интересных тем. Начнем, наверное, мы с обсуждения уполномоченного, прости господи, по правам человека, в Кадыровской Чечне. Гораздо правильнее было бы назвать его уполномоченным по правам Кадырова, по защите прав Кадырова, по оправданию преступлений Кадырова. Короче, он посетил колонию. Помните, совсем недавно была история про унижение мусульман в одной из российских колоний, про то, как туда они подняли бунт, скрылись из-за того, что им запрещали молиться, читать Коран и так далее. К ним, значит, запустили спецназ. Те всех там избили, порвали Коран. И были даже фотографии с порванным Кораном. Так вот, по этой теме, значит, вот этот самый уполномоченный по правам человека, Мансур Салтаев, зовут этого уполномоченного. Он, значит, поехал в эту тюрьму в Ульяновской области, чтобы проверить информацию о дискриминации осужденных уроженцев Чеченской Республики. И дальше идет все как по методичке. Как работает эта методичка? Ну, мы сейчас с вами из этого текста, в принципе, это все понимаем. В ходе визита он встретился с руководством УФСИН и исправительного учреждения, областным уполномоченным и самими заключенными. То есть, сначала упоминается по методичке, что проделана работа, определенная работа этим человеком, акцентируется внимание на проделанной им работе. Вот, мол, какой молодец. Далее идет уже повествование о самой проблеме. Собственно, почему он эту работу проводил. Ранее на различных информационных ресурсах распространились слухи о том, что осужденные подвергаются унижениям на религиозной почве. Сообщалось, что надзиратели рвали священный Коран, а заключенным запрещали поститься и молиться. Уполномоченный побеседовал с осужденными, которые в ходе конфликта резали себе вены и объявляли голодовку. Далее идет цитата. Мансуру Салтаеву предоставили все видеоматериалы с начала инцидента. Он проверил условия содержания заключенных и убедился, что в каждой камере есть Коран, молельный коврик. Со слов самих заключенных им свободно разрешалось держать пост и исповедовать свою религию. Рассказали в УПЧ по ЧР. Удивительно, да? Получается. Было сообщение о нарушении прав именно на религиозной почве. Были даже фотографии, свидетельствующие об этом. Затем уполномоченный проводит работу. В ходе проведения этой работы выясняется, что все, собственно, там нормально. Коран есть, молиться вроде бы никто не запрещал. Тогда зависает вопрос, да? А в чем была, собственно, проблема? Почему резались вены? Почему вскрывались животы? Почему были вот эти многочисленные публикации в СМИ и так далее? Разумеется, на этот вопрос нам тоже отвечают. На сегодняшний день озвучена официальная версия УФСИН о том, что бунт в тюрьме произошел не по религиозным причинам, а из-за отобранных у заключенных телефонов. Также стало известно об умышленном повреждении камер видеонаблюдения осужденными. Отмечается, что данные действия группы заключенных вызвали необходимость задействовать ведомственный спецназ. Аааа, вон оно что оказывается. Теперь-то все стало на свои места. Оказывается, просто заключенные пользовались телефонами, что запрещено. У них отобрали. И они таким образом решили подставить всю систему УФСИН, заявив, что это религиозная дискриминация, нетерпимость по причине ненависти к исламу, по причине исламофобии. Что этого будет мало сказать, что просто нас ненавидят наши мусульмане. Надо еще их обвинить в том, что они осквернили то, что является святым для всех мусульман. То есть, в Куран они порвали, надругались над ним. Надо вот по максимуму подставить этих порядочных УФСИНовцев. Подумали вот эти вот плохие заключенные. И придумали всю эту историю. Потом скрыли себе вены, животы, в общем, что только они не сделали ради того, чтобы опорочить имя добросовестных работников УФСИН. Но хорошо, что есть такие, как уполномоченный Мансур Салсаев, уполномоченный по правам Кадырова, по оправданию преступлений Кадырова, который разоблачил этих людей. Если бы не он, мы бы думали, что УФСИН плохой. По личному обращению уполномоченного инцидентом занимается прокуратура и следственный комитет, о которых ждут правовой оценки случившегося. Правовая оценка будет, разумеется, незамедлительной. Накажут всех этих заключенных, добавят кому надо срок, порча имущества, камеры и видеонаблюдение они испортили. Плюс еще попытались подставить добросовестных работников системы УФСИН. Ну и вишенка на торте, как бы самый важный вопрос, который волновал всех мусульман в этом мире. Коран, собственно, был осквернен, они порвали Коран или нет. На этот вопрос тоже отвечают нам. Коран никто не рвал, что абсолютно точно подтверждено, в том числе самими осужденными, сказал Мансур Салсаев. Уполномоченный напомнил, что глава ЧАР Рамзан Кадыров с большим вниманием относится к реализации права на вероисповедание и защиту религиозных ценностей. По заключению Салсаева, осужденных чеченцев в данном случае использовали провокаторы для создания широкого общественного резонанса. Это прекрасная просто новость. Мне кажется, жаль, что эта новость не появилась после вот этих вот знаменитых опубликований компромата редакции «ГУЛАГу.нет», когда, помните, были очень резонансные видеоматериалы, опубликованные с пытками, с насилием в отношении заключенных. Вот в контексте этих событий вот эта новость была бы очень актуальна, и мы могли бы, в принципе, с легкостью сразу же определить, что все то, что там было, там публиковалось, и эти ролики, все это, конечно же, грамотная работа заключенных под дискредитацией добросовестной системы УФСИН в России. Я после вот этого материала практически убежден, что все то, что мы с вами видели, лицезрели на тех роликах, а это было насильственные действия с помощью швабры, которую, значит, как бы это корректно высказать, с помощью которой проводились насильственные действия сексуального характера над привязанным к кровати обнаженным мужчиной. Все это была грамотно проделанная провокация. А на самом деле ничего подобного, конечно же, не происходило. Скорее всего, это заключенные, переодевшись в работников УФСИН, сами инициировали эту видеосъемку, причем делали они это, видимо, на те самые телефоны, которые сейчас в этой колонии отобрали. И это и возмутило, видимо, заключенных. У них отобрали телефоны, с помощью которых они могли делать вот такие вот провокации, подставы, и на весь мир выставлять систему УФСИН России преступной. Видимо, телефоны забрали, они возмутились, и, в общем, решили вот таким образом подставить. Хорошо, что благодаря грамотным действиям уполномоченного форума человека в Кадырёвской Чечне, Мансура Салтаева, вся эта преступная работа этих заключенных, она, наконец-таки, вскрылась. Мы теперь с вами знаем, что в российских тюрьмах никто мусульман, чеченцев, тем более, не обижает. Чеченцы вообще отдыхать, сами едут в эти колонии, потому что там очень хорошо относятся к заключенным, особенно мусульманам. Как только ты поступаешь в российскую тюрьму, и у тебя узнают, что ты мусульманин, а там сразу этот тест проходит, тебе задают какие-то контрольные вопросы, убеждаются, что ты не обманываешь, а ты действительно мусульманин, потому что многие, видимо, там пытаются выдать себя за мусульман, потому что к ним очень хорошее отношение в российских тюрьмах. И вот когда они убеждаются, что ты мусульманин, тебе сразу номер люкс в этой лучшей тюрьме. Если сама тюрьма плохая, то тебя переводят в хорошую тюрьму, там тебе дают люксовый номер. Тебе все необходимые условия, значит, телевизор, телефон, трехразовое, четырехразовое питание, ресторанное меню, все, что ты хочешь, массаж, спа-салон, в общем, вот так в роскошном условии там сидят мусульмане, и эти заключенные провокаторы какие-то, потому что сами мусульмане не стали бы это делать, какие-то провокаторы это все сделали, но, слава богу, у них не получилось опорочить честное имя российского УФСИН, российского работника системы исполнения наказания. Браво просто! Салтаев, тебе отдельная благодарность, надеюсь, что твои усилия будут тоже отмечены, тебе тоже дадут какую-нибудь медаль, желательно, какую-нибудь медаль в виде креста, желательно, чтобы тебе тоже дали. Единственное, я хочу сделать тебе одно замечание, это то ли ты в своей методичке ошибся, то ли ты просто пренебрег, но все-таки вот это вот последнее сказанное тобой, что глава ЧР Рамзан Кадырова с большим вниманием относится к реализации права. Указать это в конце, это неправильно. По методике ты должен был в самом начале воздать хвалу Рамзану Кадырову, его отцу, его матери, всему семейству. Ты должен был сделать это в самом начале, ты должен был упомянуть, что ты приехал в эту колонию и проверил этот вопрос только лишь благодаря величайшему главе республики, его грамотной работе, потому что его отец в свое время сделал правильный выбор, совершил то самое предательство, если бы он тогда это не сделал. То есть вот это вот нужно было в самом начале оговаривать, а не в конце какими-то там двумя строчками упомянуть, что все это благодаря Рамзану Дон Донычу Кадырову. Так что в следующий раз будьте осторожнее, иначе боюсь, что в каком-нибудь другом случае, уже в каком-нибудь следующем инциденте, как в российской тюрьме, туда поедет другой уполномоченный по защите прав Кадырова, уже не Мансур Салтаев, такие ошибки допускать нельзя. Ты можешь очень хорошо справляться со своими непосредственными функциональными задачами, но если ты не соблюдаешь вот эти вот моменты, то твоя работа не имеет никакого смысла, тебя просто с легкостью сморят в унитаз. Ты должен в первую очередь все вот эти вот нюансы соблюдать, они самые важные, а потом уже твоя функциональная обязанность на работу. И все остальное. И они отдали здесь предпочтение, лучше мы сейчас...